Я считаю, что выход, каждый раз выход на Рома на лед, это определенная победа, победа человеческого духа, победа, так его выход нам не менее важен, чем ему самому. Безусловно, каждый в сборной команде переживает, принимает эту историю, чтобы Камилочка как можно быстрее вернулась на лед. Спорт, к сожалению, не терпит возможности подождать. В спорте нельзя постоять несколько лет и потом быть в той же самой форме. У спортсмена есть пик. Что касается ледовых аренд и вообще инфраструктуры белорусских ходков, то она выше всяких похвал. Каждый объект находится в очень хорошем состоянии. Добрый день, Илья. Всех приветствую. Всегда большая радость общаться с нашими друзьями Белоруссии. 30 марта белорусы увидят ледовое шоу «Вместе и навсегда. 20 лет успеха» и пройдет оно в Чижовкой арене. Вы не в первый раз привозите спектакли в Минск. Оцените, пожалуйста, белорусские ледовые площадки. Я действительно привозил много различнейших проектов, но мы сейчас говорим с вами не о ледовом спектакле, а о гала-шоу. Я все-таки считаю, что это надо разделять все истории, потому что ледовый спектакль – это любимое мое направление. И действительно в Белоруссии, в Минске мы привозили спектакль «Кармен», который прошел с оглушительным успехом. И большое количество различных детских новогодних представлений. Сейчас то, о чем говорим мы, и то, что пройдет 30 марта в Минске на Чижовкой арене – это гала-шоу. Это выступление наших топ-любимых фигуристов, в том числе вместе с нашими белорусскими коллегами, которые тоже примут участие в этом шоу. Но оно, конечно, будет объединено главной идеей – идеей любви, идеей взаимопонимания, идеей… Все понятные нам слова, потому что «Вместе навсегда» – это не просто фраза. Это уже 20 лет тому назад я впервые сделал свой ледовый проект. И многие из ребят, которые выйдут на лед, они как раз начинали со мной этот большой путь, среди которых Алексей Ягодин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, чуть позже – Оксана Домина, Максим Шабалин, Рома Костомаров, начинал вместе с Татьяной, сейчас у нее свой проект, но Рома также со мной и выйдет на лед. В общем, это большая-большая-большая дорога, которую мы во многом идем и вместе с нашим белорусским зрителем, потому что на протяжении всех этих 20 лет с большой долей периодичности мы приезжали и в Минск, не только в Минске, и в Могилев, и еще ряд городов Белоруссии, и с удовольствием сделаем. Мне кажется, у нас даже был такой мини-тур по Белоруссии, конечно, поэтому с удовольствием приедем. Но что касается ледовых аренд и вообще инфраструктуры белорусских катков, то она выше всяких похвал. Каждый объект находится в очень хорошем состоянии, прекрасное качество льда, очень гостеприимно и очень высокопрофессионально работают ледовые аренды. Из-за вашего опыта, какие темы в подобных проектах наиболее нравятся зрителю? Что сейчас востребовано? Зритель приходит на ледовые шоу, наверное, с двумя задачами. С одной стороны, переключиться и немножко забыть о повседневной жизни. Ледовое шоу находится на таком стыке различных эмоций, среди которых есть и просто развлекательные в виде условно-цирковых трюка, в виде трюка, потому что прыжок или какое-то там сальто на льду, или высокая поддержка, это, в общем-то, трюк. И зрители с удовольствием это смотрят, потому что они восхищаются, не понимают, как ребята это делают, и это всегда вызывает восхищение. Второе, и задача, которая для меня может быть даже более важна, потому что практически во всех шоу есть элементы и так далее, это цельность программы, это наполнение каждого номера смыслами, чтобы зритель то смеялся, то радовался, то грустил, кто, может быть, к горле подкатывал, то есть зритель приходит, в общем-то, в совокупности за эмоции, за эмоции, которые мы им даём, за ощущение сопричастности, потому что перед тобой на это выходят спортсмены, великие спортсмены, спортсмены, которые были на определенных этапах своей жизни лучшими на всей планете, поэтому ты видишь их вот так, воочию, конечно, это не может ни радовать, ни восхищать, и мы всегда очень, и очень, я отметил бы белорусская публика, очень благодарны и на аплодисменты, и на такую любовь, и, конечно, ребята это сразу чувствуют на льду, и тут обратная реакция начинает кататься ещё чуть лучше, даже нежели если их просто ровно принимать. А можно выделить какие-то ключевые моменты успеха? Звёздные фигуристы, костюмы, какой-то режиссёрский ход? Для себя я вижу, что это цельность программы, то есть, конечно, в любом действии есть солисты, на которых зритель идёт, которых хочет видеть, но если они будут не обрамлены цельной идеей, если они не будут обрамлены правильно подобранными музыкальными композициями, если мы не будем их каждый год стараться представить в каких-то разных ракурсах, то, конечно, тогда мы не разговаривали бы сейчас с вами, и я бы не отмечал эти 20 лет, потому что проехать на такой прям слетевшей популярности, безусловно, можно, но 20 лет не проедешь. 20 лет – это уже большая работа, это работа со зрителем, это завоевание доверия зрителя, который уже, может быть, даже часто и не смотрит на афишу, но знает, что если приезжает проект Илья Вербуха, то, значит, это качественно и это достойно его внимания. Поэтому для меня это вот очень-очень важно. А так, конечно, составляющая успеха – это всё, что вы перечислили, конечно. Ну, про костюмы, про музыку – это всё ближе, конечно, к спектаклю. Это туда. Там действительно должна быть и декорация, и там это составляющая успеха в ледом шоу. Наверное, поймать вот эту нить повествования. Как найти какую-то яркую идею, возможно, новый ход, когда высокая конкуренция между шоу, между спектаклями, и кажется, что вроде как уже всё было или нет? Вы абсолютно правы, сейчас в России определённый бум ледового шоу. 20 лет назад, сейчас повторяем эту фразу, когда я начинал, это, в принципе, так звучит, но это был 2003 год, рынок был абсолютно свободный, и первые, в общем, 12 лет я был абсолютно законодателем моды и флагманом всей ледовой индустрии. После появилось ещё несколько проектов. Сначала проект Жени Плющенко, потом Татьяна Навка, и хочу подчеркнуть очень хорошее отношение с Таней, решила выйти из моего коллектива и создать свою историю. Появилось уже три коллектива. Сейчас коллективов у нас, наверное, порядка десяти таких. Но на самом деле по-прежнему вот такой триумвират наш остаётся лидерами ледовой индустрии, тех ребят, кого я назвал. Постепенно каждый из нас нашёл определённую свою нишу, на что делают акценты, какие шоу представляются. Главное, что каждый проект качественный, действительно качественный. И с точки зрения подбора артистов, и с точки зрения светового оформления, с точки зрения цельности программы. Безусловно, у каждого проекта есть и свои поклонники, и есть определённая миграция зрителей. Если они в этот раз ходили сюда, они хотят посмотреть здесь, потом они сравнивают, потом они опять переходят. Я думаю, что самое главное, что зритель у каждого есть, и иначе это не просто слова там. Иначе, если бы этого не было, кто-то бы уже сошёл с дистанции. Потому что основной доход, который мы получаем, это привлечение, конечно, и спонсорской поддержки, но в первую очередь продажи билетов. Зритель голосует, покупая билеты о необходимости твоего проекта, есть он или нет. Поэтому, если зритель перестаёт туда покупать билеты, то проект потихонечку сходит на нет. И что бы ты там ни говорил, и как бы ты ни снимал полные трибуны, выдавая за шлак несколько мест, ты на этом не проедешь. Поэтому, если мы все идём, значит, у всех у нас есть зрители, значит, у всех есть востребованность. Это здорово, на самом деле, потому что это подталкивает всех искать новые формы. Как вы правильно сказали, удивлять уже очень сложно. Но сейчас, пользуясь тем, что был большой набран фенди-кап, зачастую к нам зрители приходят уже не за тем, чтобы мы их удивляли, а за тем, чтобы увидеть любимых людей, с которыми они идут параллельно по своей жизни. На лёд в Минске выйдет Роман Костомаров. И в прошлом году даже далёкие от спорта люди наблюдали за тем, что происходит в его жизни. Как сейчас проходят тренировки, как Роман себя чувствует? Роман большой молодец, настоящий герой. Совсем недавно вышел фильм на экране «Рождённый дважды». Я был на премьере, и всем рекомендую его смотреть. Это хорошая очень работа. Она очень делегатно снята. И в ней можно увидеть один из сложнейших этапов жизни Ромы. От момента, когда это всё случилось, и как он шёл, и как он пришёл, и как он встал на коньки. В общем, я думаю, что всем, кому не безразлично, всем, кому интересно, посмотрите. Это хорошая работа, конечно, не может оставлять злодушным, конечно, и ком в горле, и переживания, и восхищение, восхищение, восхищение. Поэтому я считаю, что выход, каждый раз выход на Рома на лёд – это определённая победа, победа человеческого духа, победа. Так его выход нам не менее важен, чем ему самому. Поэтому это, безусловно, самый эмоциональный момент нашего гала-шоу. Потому что это настоящее, это живое, это театрализованное, это то, что происходит здесь сейчас. Вот, наверное, так бы я ответил на ваш вопрос. Роман уже не раз выходил на лёд в различных проектах. Первый раз он вышел на моём проекте юбилей, юбилейное гала-шоу. Я думаю, что все видели этот выход, это облетело всех. После этого он уже тоже не раз выходил на лёд. И также выйдет на лёд, чтобы поприветствовать белорусскую публику. И белорусы увидели его на коньках, восхитившись мужеством и зарядившись той энергией. Если бы о вас решили снять фильм, но не документальный, а художественный, как вы думаете, о чём была бы эта история? Я думаю, что всё равно это была бы история о поиске человека себя в этом большом мире, о поиске смыслов по всём, как бы это ни звучало, и смысл ради чего, зачем, почему, о победах и поражениях, о мечте и несостоявшейся мечте, и мечте, которая будет ещё впереди. В общем, это должен был быть очень человеческий фильм со всеми перепадами, эмоциями. Но я, безусловно, благодарен своей судьбе, у меня очень счастливая судьба, и каждое утро я начинаю со слов благодарности Богу за то, что у меня есть, безусловно, потому что и везунчик, и счастливчик, я воспринимаю это именно так. Хотя, конечно, со стороны тех, кто смотрит, говорят, не понимаем, как тут так много работаешь. Для меня работа – это часть прямо моей жизни, и я никак это не разделяю. А сейчас, последние три года, я бесконечно счастлив в нашей семейной жизни, и, конечно, об этом бы я тоже посвятил большую часть фильма. А вы наблюдаете за кем-то из молодых российских фигуристов? Кого бы вы хотели видеть в будущем, как участника в своих шоу? Вы знаете, сейчас, безусловно, большая плеяда различных ребят, но я хочу сказать, что, ко всему прочему, я еще и являюсь тренером школы, танцевальной школы. Старшим тренером там является Лена Масленникова. Я такой стратегический тренер. Я прихожу на многие утренние тренировки, в общем, мы работаем, поэтому там много очень молодых, талантливых ребят, и я делаю на них акценты, возможно, многие из них постепенно перекочуют и в ледовые шоу. Сейчас появилось очень много интересных танцевальных дуэтов, но я как человек, который относился к танцам, проталкиваю именно танцевальный вид. Я понимаю, что в последние годы я абсолютно заслужил, и все внимание сфокусировалось на наших замечательных девочках-одиночницах, но для меня важнее, конечно, чтобы все виды также продвигались, и я вижу очень много талантливых танцевальных дуэтов, которые сейчас возникли. Но конкретно выделять никого не буду пока. Сейчас все обсуждают исключение Камилы Валиевой из сборной. Такую меру вы считаете справедливой? Я считаю, что это не в моей зоне ответственности решение. Принятое федерация, я думаю, что оно абсолютно взвешенное. Я с большим уважением отношусь ко всем решениям федерации, потому что там высокопрофессиональные люди, такие как Олимпийский чемпионат, такие как Асан Ильич Кокон, безусловно, они владеют полностью информацией и уверены на все с тем, что все эти решения принимаются исключительно во благо скорейшего разрешения этой ситуации с Камилой Валиевой, чтобы она как можно быстрее вернулась на лед. Поэтому не всегда все со стороны обывателей, то, что выглядит вот-вот, это не так. Безусловно, каждый в сборной команде переживает, принимает эту историю, чтобы Камилочка как можно быстрее вернулась на лед. Международный Олимпийский комитет как белорусских, так и российских спортсменов в этом году допустил к летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. И сразу же мнения разделились. Одни говорят, в любом случае надо ехать, другие говорят, нет, ехать не надо. Вот как вы считаете, как бы вы поступили? Я считаю, что, безусловно, нужно относиться с большим уважением к спортсменам, прошедшим дорогу. Спорт, к сожалению, не терпит возможности подождать. В спорте нельзя постоять несколько лет и потом быть в той же самой форме. У спортсмена есть пик. Я не могу взять на себя ответственность и сказать, так или не так. Но мне очень импонирует, что в том числе и президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, очень деликатно и точно формулирует эту историю и чувствует, что в нем есть большая забота именно о судьбе спортсмена здесь и сейчас. Безусловно, требование о том, что не просто выступать по нейтральным флагам, а именно осуждение специальной военной операции непозволительно, недопустимо. И, конечно, такое требование человек, который подписывает, это невозможно выступать после такого. Поэтому, конечно, здесь есть казуистика, хитрость. Я думаю, что если бы я мог рекомендовать, то я, конечно, бы рекомендовал все-таки ребятам пропустить Олимпийские игры при всем том, что я сказал про уважение бесконечное к тому, что, возможно, они никогда так и не выиграют. Но так будет честнее. Мы одна страна, мы все вместе. И такое выступление, оно как тебя противопоставляет твоей стороне. И мне кажется, счастья от такой победы не будет никакой. А лучше пройти эту дорогу вместе с страной и продолжить тренироваться и сохранить, постараться сохранить ту форму. Но еще раз я говорю, не надо клеймить. Спасибо за интересный разговор. Ждем вас 30 марта в Минске. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok